Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Многоквартирные дома к отопительному сезону уже готовы на 50%. Такие цифры сегодня озвучили на межведомственной комиссии. За полгода горячая линия главы города приняла 55 тысяч звонков. Теперь вопрос можно задать и с помощью популярных мессенджеров. Праздник на Донской после реконструкции торжественно открыта площадь у Дома культуры юбилейной. Сочинские подростки превратились в богатырей. Праздник средневековых состязаний прошел в Большом Кичмае. Увеличить продолжительность жизни, побороть бедность и развить инновационные предприятия. В Краснодаре говорили о том, как выполнить новые майские указы президента. В их основе 12 национальных проектов, за реализацию которых чиновники в регионе будут нести персональную ответственность. Об этом всем напомнил губернатор края. Как на Кубани намерены улучшать жизнь людей, выясняли наши краснодарские коллеги. Если будет расти экономика, будет больше денег на зарплаты, пенсии, медицину, образование. То есть на все, из чего складывается качество жизни. И это основной тезис новых майских указов президента. По сути, программы развития всей страны до 2024 года. Но чтобы подтолкнуть российскую экономику к росту, скачок должен произойти и в регионах. Чтобы реализовать указ президента, что нужно в первую очередь? Конечно, денег. И сегодня стратегическая задача, конечно, нам сегодня еще больше наращивать экономический рост. Поэтому здесь мы должны максимально включиться в процесс, как еще больше зарабатывать. Искать те источники пополнения бюджета. Более эффективный в данном варианте, в данном случае принцип, который позволит нам достигнуть результатов и выполнить указы президента. Это принцип проектного управления. Это персональная ответственность каждого, кто принимает решения в рамках своей компетенции. Проект должен быть реализован, еще раз подчеркиваю, доведен до логического завершения. И мы должны получить мы все вместе результат. Но проект ни в коем случае не должен превратиться в проект. В Краснодарском крае уже создан региональный проектный офис. Первые 40 госслужащих прошли обучение для работы в новом формате. Согласно майским указам президента, определены 12 приоритетных национальных задач. Это и развитие образования, сохранение экологии, демографическая политика, внедрение инноваций и цифровизация экономики. Один из самых важных пунктов в этом списке здравоохранения. Президент недвусмысленно дал понять, что главный показатель благополучия регионов, это, конечно, благосостояние жителей этих регионов. И, конечно, долгая, здоровая, качественная жизнь. Вопрос один и тот же повторяется во всех муниципальных образованиях. Это вопрос качества медицинских услуг, качества лечения. Мы не раз говорили, что у нас люди. Это самое главное богатство. Люди должны быть здоровыми. И вот вовремя обратиться и вовремя получить медицинскую помощь. Сегодня мы должны это обеспечить. В первую очередь на селе. На следующий год в бюджет Краснодарского края планируют заложить полтора миллиарда рублей на ремонт и приобретение оборудования для районных медучреждений. Современные технологии должны помочь с диагностированием заболеваний на ранней стадии, что скажется и на средней продолжительности жизни. К 2024 году, согласно майским указам, этот показатель в России должен вырасти до 78 лет. Впервые за 20 лет в Краснодарском крае приобретено и сейчас ведется монтаж, наладка. Уже это оборудование поступило на территорию Краснодарского края. Две лучевых установки. Это последнего поколения, которые будут проводить и лечение онкологических заболеваний, что позволит с третьей стадией максимально повысить выживаемость. Еще одна серьезная задача – побороть в регионах бедность. А это невозможно без сильной экономики. Среди поставленных президентом целей – увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, а также ускоренная цифровизация экономики. На Кубани с учетом местной специфики намерены развивать перерабатывающие предприятия, которые в свою очередь дадут новые рабочие места на селе. Сейчас у нас 600 тысяч кубанцев имеют доходы ниже прожиточного минимума. Это 11,7%. То есть несложно посчитать, что если в два раза снизить, то к 2024 году таких жителей должно быть не более 5,5%. То есть это очень амбициозная задача. Помочь в цифровых переменах призваны и научные кластеры. Один из таких создается в Амеретинской долине в Сочи. Он будет состоять из трех лабораторий и трех больших научных центров. Это в том числе позволит внедрять новые образовательные технологии. Несмотря на разнообразные способы развития экономики, задача остается одна – чтобы результат почувствовали обычные люди. Хочу повторить, что главный показатель благополучия территорий – это естественно. Благосостояние жителей территории, в частности благосостояние жителей нашего края. Можно верить, рассуждать, не верить в этот рывок, который обозначен президентом. Но мы обязаны его сделать. И времени на раскачку для этого нет. К первому сентября губернатор Вениамин Кондратьев поручил подготовить проекты, которые будут реализованы в Краснодарском крае. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Факультеты прикладной математики и компьютерных технологий в этом году стали одними из самых популярных у кубанских абитуриентов. Об этом ректор Кубанского госуниверситета рассказал Вениамину Кондратьеву. На встрече обсудили ход приемной кампании. Конкурс на поступление в ведущий вуз края традиционно высокий. В числе абитуриентов и победитель различных олимпиад и конкурсов. Но нередко выпускники кубанских школ выбирают столичные университеты и институты. Чтобы привлечь их в вузы Краснодарского края, нужно создать дополнительные условия и гарантировать дальнейшее трудоустройство, обратил внимание глава региона. Вот эти вот стоп-бальники, те, которые на самом деле, может быть, чуть-чуть идут впереди своих сверстников в деле олимпиад всевозможных. Вот это те, которые, я уже сказал, и будут создавать научно-технический прогресс. И, конечно, хотелось бы, чтобы он создавался на Кубани. Нужно изначально дать этим ребятам уверенность в завтрашнем дне. Уверенность в том, что после окончания вуза они будут востребованы здесь, у себя, дома, здесь, в своем родном крае. И вот здесь, наверное, необходимо с ними работать. Я дам поручение управления кадровой работы, чтобы вот такая работа с ними велась. То есть изначально можно подписывать какие-то соглашения о том, что после окончания вуза, при обленных условиях, они будут здесь трудоустроены в той отрасли, под той специальности, которая сегодня для них максимально привлекательна. Мы ежедневно отслеживаем тех, кто набрал 90 и более баллов, потому что для нас это тоже очень и очень важно. Эта задача является для нас, по сути дела, главной. И мы пытаемся работать именно с этой категорией предметно-индивидуально, потому что подходы по массивам, что называется, они здесь не работают. Каждый из этих молодых людей личность, у каждого есть свои планы. И мы видим свою задачу в том, чтобы убедить и показать возможности, которые может предоставить наш вуз и возможности, которые есть в Краснодарском крае. Прием на обучение в этом году на Кубани объявили 55 университетов и академий. В 11 вузах открыто около 10 тысяч бюджетных мест. Сборная России уже в Сочи. Сегодня футболисты провели предматчевую тренировку. Встреча в сошинском отеле оказалась действительно теплой. На входе в отель футболиста встретили толпы болельщиков. Кому-то даже посчастливилось взять автографы героев чемпионата мира. Напомню, матч «Россия-Хорватия» начнется на стадионе «Фишт» в 21.00 по московскому времени. Глава сочи Анатолий Пахомов в преддверии матча обратился к жителям и гостям города с просьбой завтра снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру курорта. Уважаемые жители и гости курорта, дорогие сочинцы, 7 июля состоится событие, которого мы ждали более полувека. Сборная России по футболу сыграет четверть в финале чемпионата мира. И этот исторический матч состоится именно в нашем городе. Поддержать футболистов в Сочи приедут болельщики со всех уголков нашей необъятной родины. В этот день мы ожидаем около 200 тысяч гостей. Такая мощная поддержка очень нужна нашей команде. В Сочи прекрасная инфраструктура, но у нас должен быть запас прочности. В день матча дороги курорта должны функционировать бесперебойно. Поэтому я обращаюсь к каждому из вас 7 июля отказаться от личного автотранспорта и отдать предпочтение общественному. Это позволит обеспечить безупречную транспортную логистику в день исторического матча. Дорогие друзья, уверен, что мы проявим лучшее качество и подарим всем болельщикам комфорт и радушие. Пусть город Сочи принесет нашей сборной удачу. Многоквартирные дома к отопительному сезону уже готовы на 50%. Такие цифры сегодня озвучили на межведомственной комиссии по подготовке к осенне-зимнему периоду. Ее провел глава города Анатолий Пахомов. Все подробности в нашем сюжете. В прошлом году Сочи одним из первых в крае получил паспорт готовности к отопительному сезону. В целом он прошел стабильно. Все они штатные. Аварии устранялись в нормативные сроки. В этом году нужно сработать не хуже, ставить задачу Анатолий Пахомов. И напоминает, за срыв сроков подготовки к зиме каждый из виновных понесет персональную ответственность. Я еще раз хочу сказать, выводы должны сделать все сами. То есть провалов в подготовке к зиме быть не должно. Либо за это ответим по полной программе. Вот и все. Потому что именно так ставит вопрос губернатор. Именно так. И говорит, конкретный должен быть виновный, который должен понести наказание. Лето в разгаре, а ряд домов уже готов к зиме. В целом по городу промыто и опрессовано. 854 системы многоквартирных жилых домов. На очереди почти столько же. Готовятся к отопительному сезону и котельные. Их в городе 122. На текущий момент встречать зиму во всеоружии уже могут 24 из них. Продолжается и ремонт теплосетей. По плану подготовки к осенне-зимнему периоду запланировано произвести 6,5 километров тепловых сетей. На текущую дату произведена замена двух километров. Подавать тепло в дома сочинцем начнут в середине ноября. Паспорт готовности у города должен быть за месяц до этого. Подготовка к осенне-зимнему периоду – задача общая, подчеркивает Анатолий Пахомов. Активно работать нужно не только Сочи Теплоэнерго, но и управляющим компаниям и домкомам. Ну а то, как многоквартирные жилые дома подготовятся к зиме, проверит народный контроль. Специальную группу сформируют из бывших сотрудников теплоснабжающих компаний, которые уже вышли на пенсию, но благодаря своему многолетнему опыту смогут профессионально оценить степень готовности Сочи к сезону холодов. Инга Габейшая, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Горячая линия главы города работает в Сочи 8 лет. На номер 264-04-44 обычно звонят жители города с просьбой решить ту или иную проблему. Например, сегодня жители одного из домов в центре Сочи пожаловались на перебои с горячим водоснабжением. У вас проводятся ремонтные работы на теплотрассе. Работы продлены до 16 часов. Вот так сотрудник единой дежурной диспетчерской службы объяснил эту проблему. Обычно жители и звонят на горячую линию главы города, чтобы решить коммунальные вопросы. Максимальное количество звонков зафиксировано в 2013 году около 155 тысяч. Но это объяснимо. В то время Сочи был масштабной стройкой. С начала этого года поступило 55 тысяч обращений. Главным, что беспокоит людей, это электро- и водоснабжение города. Зачастую бывают аварийные отключения, бывают плановые отключения. А сюда в единую диспетчерскую службу всегда стекается информация о том, что происходит в городе. Поэтому чаще всего диспетчер уже в курсе проблемы и знает, что отвечать звонившему. Телефон круглосуточной горячей линии главы курорта 2-64-04-44. А в летний курортный сезон связь с жителями Сочи усиливается. С понедельника заработает еще и мобильная версия горячей линии. По номеру 8-900-2-64-04-44 можно будет звонить в будни с 9 до 19 часов. Этот номер телефона находится в видении Департамента городского хозяйства. Он подключен к популярным мессенджерам, чтобы направлять туда фото и видеоматериалы по вопросам санитарного состояния курорта, несанкционированных свалок и стоков, переполненных контейнерных площадок. В целом же с начала работы горячей линии главы города было зафиксировано 600 тысяч звонков. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Накануне на Донской был праздник. После реконструкции там открыли площадь перед Домом культуры «Юбилейный». А заодно и презентовали городской проект «Лето», в рамках которого в Сочи работает 148 площадок нашего двора. Обновленная территория стала 149-й. Расскажет Инга Габешия. Масштабный ремонт площади длился месяц. Строители заменили 1700 квадратных метров брусчатки. Новая плитка толщиной 6 сантиметров. Такая подходит даже для езды автомобилей. А учитывая, что кататься здесь будут максимум на велосипедах, новое покрытие прослужит долгие годы. В честь завершения реконструкции перед Домом культуры «Юбилейный» руководство города решило организовать праздник. Поздравить жителей Донской приехал и глава Сочи. Анатолий Пахомов отметил, что теперь на этой площади будет реализовываться летняя здоровительная кампания курорта. Большое количество наших юных сочинцев не уезжают из города. И это здорово. А, естественно, летом нужно организовывать наш досуг. И это нам удается. Другой инициативный проект – это то, что во дворах мы строим спортивные залы. Мы гордо говорим, что из 62 тысяч детей школьного возраста дополнительно у нас спортом занимается 39 тысяч наших детей. В том числе и спортом здесь будут заниматься местные ребята. Городские волонтеры, специально прошедшие школу вожатых, подготовили целую программу на лето. Что же касается качества проведенного ремонта самой площади, то его оценили родители. Ведь кроме самой плитки рабочие поменяли ливневки, бордюры, отремонтировали ступени, установили новые перила. А вот старый неработающий фонтан решили демонтировать. На его месте появилась зеленая зона с субтропическими растениями. Все рады. Мы рады, особенно наши дети. Потому что по сравнению с тем, какая была площадка, это очень сейчас удобно стало для детей. Рады, конечно, до двое детей. Все уже здесь гуляем. Сами тут бегали в детстве. Спасибо большое за праздник. Площадь преобразилась. И сегодня вот праздник. Мы все это ощущаем. Все обновилось. И тут растения появились новые. То есть очень все хорошо. Величательно. Очень удобно. Детки побегают, не будут спотыкаться. Вообще здесь всегда что-то проходит. Здесь всегда интересно. И мне кажется, вообще здорово вот это все. Нам нравится. Присутствовала на торжественном мероприятии делегация из муниципальных образований Краснодарского края. В лице заместителя мэров городов по социальным вопросам. Анатолий Пахомов провел для гостей экскурсию по интерактивным площадкам, которые развернулись на обновленной площади. О работе же площадок нашего двора рассказал на конкретном примере. Здесь же на Донской функционирует одна из 148 площадок, где ведется не только развлекательная, но и познавательно-воспитательная работа. Опыт города Сочи. Гости из края взяли на вооружение. Инга Габеш и Алексей Давыдов. Телекомпания ФКТ. Ну а после открытия новой площадки досугом представителей муниципалитетов края лично занялся глава Сочи Анатолий Пахомов. Он провел для своих коллег экскурсию по исторической части города. Когда нам говорят, мы как в Европе, я говорю, почему мы как в Европе? Европа сейчас в стагнации нахтуется, и мы сегодня по некоторым позициям опережаем. С этого заявления начал демонстрацию возможностей Сочи Анатолий Пахомов громкие слова подкрепляет не менее громкими цифрами. Курорт в летние дни загружен на 100%. Глубина загрузки достаточно высокая. Но сейчас понятно, что это чемпионат мира по футболу, и уже пляжный сезон идет полным ходом. И Адлер, по сути дела центр, да и хостер загружены под 100%. Но зимой, надо отдать должное, мы тоже загружаемся до 83%. То, что город не обделен вниманием туристов, гости – это представители муниципалитетов Краснодарского края, смогли убедиться во время прогулки по исторической части Сочи. Участники хотели здесь построить тоже большой дом. Ну, понятно, это историческое место, центр Сочи, вот море. Вот, ну, мы заставили их сохранить это здание, они сделали реконструкцию. И, естественно, определили, определили как место, мы определили, что отсюда нужно начинать все экскурсии пешеходные, потому что это является историческим местом, потому что отсюда зарождался город Сочи. Форт Александрия – прекрасный пример, как частные инвестиции идут только во благо городу. Сочинский бизнес понимает, что вкладывать средства в историю не только почетно, но и выгодно. Ведь подобные места на курорте являются центром протяжения для многих тысяч гостей. Олимпийский университет – еще один плод частного государственного партнерства. Пятизвездочные отели и учебный кампус слились в едином архитектурном ансамбле. То, что мне понравилось, и это, конечно, большая заслуга Анатолия Николаевича, мэра вашего города, это то, что у вас очень социально ориентирован бизнес. Он принимает участие в социальных объектах, в социальных проектах, и это очень важно. Этот бювет презентовали на День города. Как и легендарную фитофантазию ее восстановили в прошлом году. Ботанический сад стал финальной точкой исторического бульвара и экскурсии, которую провел для своих коллег глава Сочи. Показали и красоты нашего города, потому что они, наверное, приезжают сюда, но не всегда могут себе позволить пройти по историческому маршруту. У меня уже опыт, как вы заметили, неплохой есть быть экскурсоводом. И я с большой гордостью коллегам рассказывал о том, что мы создали, что мы сделали, чем гордятся сочинцы. Гордятся сочинцы не только морем и не только отдых на пляже могут предложить своим гостям, в том числе юным. У Сочи убедилась высокопоставленная делегация «Богатая история», которая каждый день дополняется новыми страницами. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ. Сочинские подростки померились с богатырской силушкой. Праздник состязаний и игр под названием «Богатырская силушка» прошел на поляне палаточного лагеря «Большой Кичмай». Пока здесь кипит суп, на поляне кипят нешуточные страсти. Синие против красных. Это по цвету щитов. Под доспехами обычные сочинские школьники впервые в жизни почувствовали себя богатырями. Получили не только теоретическую, но и практическую подготовку. Это прям захватывает дух. Прямо это красиво. Это реально веришь, как будто ты в Средневековье, во времена богатырей. Туристическая поляна в Большом Кичмай ежегодно принимает несколько тысяч ребят со всех районов курорта. Но военно-патриотический слет здесь проходит впервые. Сюда приехали больше 400 участников военно-патриотических клубов города, отрядов юно-армии и казачьей молодежи. Наша задача – показать им, что это направление правильное, интересное. И это направление объединяет всех. Программа лагеря трехдневная. И программа лагеря очень насыщенная. Здесь нет ни одного свободной минуты. Гостями слета стала дружина святорусского богатырства из духовно-культурного Кремля «Богатырская слобода». Это в Тольятти. Поклонники средневековой славянской культуры даже палатки разбили тематические. Здесь же на поляне организовали мастер-классы по необычным для современного человека боевым навыкам. Ведь в умелых руках богатыря даже камень – грозное оружие. Максимально набери! Спортивно-культурная программа «Богатырская силушка» – это и выступления богатырей в полных исторических доспехах, и стрельба из рогатки, и древнерусский тир, и богатырские забавы. Возрастного ценза нет. На ресталище пускают даже самых маленьких. Тольяттинский духовно-культурный Кремль «Богатырская слобода» – уникальный проект внутреннего национального туризма России. Визитная карточка Самарской области. Программу поддержали и в Министерстве обороны. Мы прививаем любовь к своему отечеству, военно-патриотическую любовь. Многие из этих людей пойдут служить в армии. Для меня это очень важно принципиально, потому что мы заинтересованы в комплектовании хороших ребят, готовить из них офицеров, защитников Родины, солдат. Главное, чему учат юных сочинских патриотов – неправильно драться, а правильно думать. Кредо-богатыря – люби Родину и уважай противника. Поэтому и бой здесь заканчивается не подсчетом условно пострадавших, а дружескими объятиями. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». В Сочи открылась выставка работ первого российского фоторепортера Карла Булы. Экспозиции, развернувшиеся в художественном музее, дали название «Императорский Петербург. Война и мир». Организатор выставки – фонд исторической фотографии имени Карла Булы. В экспозицию вошли 60 фотографий, выполненных с подлинных негативов Карла Булы. Среди них самые известные виды столицы Российской империи начала 20 века, снимки военных парадов и императорской семьи. Особую значимость выставки и документальным свидетельствам эпохи придает 100-летняя годовщина расстрела царской семьи в Екатеринбурге в июле 1918 года. В экспозиции также представлены фотографии знаменитых людей. Среди них, например, писатели Лев Толстой и балерина Матильда Кшесинская. Карл Булы – единственный, кто был удостоен знака фотограф Санкт-Петербурга. Он заслужил славу отца российского фоторепортажа. Запечатлел важнейшие события в жизни страны и повседневную жизнь различных слоев населения. Фоторепортажи постоянно печатались в российских и иностранных иллюстрированных изданиях. На основе фотографий выпущено множество открыток, разошедшихся по всему миру миллионными тиражами. Карл Булла стал основателем династии фоторепортеров. Его дело продолжили два сына и внук. Выставка в художественном музее будет работать до 9 сентября. Вход на вернисаж свободный. Ну и на этом наш выпуск завершен. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok